Евромайдан плюс 6. На каком этапе находится расследование преступлений, совершенных в период революции достоинства? От госсекретаря США Майка Помпео и до президента Турции Реджепа Эрдогана. Чего ждать от важных международных визитов в Украину? А также большое интервью с министром обороны Андреем Загороднюком. Об этих и других темах свежего выпуска англоязычного еженедельника смотрите в Киевпост-ревью. Много новостей на этой неделе, но самое важное для нас мы сделали редизайн сайта. Поменялось то, как выглядит верхняя часть сайта. У нас теперь больше внимания бренду Киевпост и есть также логотип Кадор Групп. Теперь на сайте легче делать поиск по горячим темам и также лучше представлены материалы наших рекламодателей. Скоро будет еще больше изменений. Мы рассчитываем также создать в этом году приложение Киевпост для смартфонов. Название нашего номера Евромайдан плюс шесть. Это материал о том, в каком состоянии сейчас пребывают расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана. К сожалению, с каждым годом после революции остается все меньше шансов, что это дело расследуют и что виновных накажут. У нас будет специальный материал о статусе этих расследований и почему сейчас все выглядит так, словно расследование сходит на нет. В этом номере также читайте большое интервью с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Очень интересная личность. Первый по-настоящему гражданский министр обороны в Украине. Молодой реформатор. Перед ним поставлена сложная задача. Он должен улучшить состояние армии и обороны в стране, которая активно ведет войну за свои территории. У нас была возможность сесть, поговорить с ним и узнать его видение будущего украинской армии. Еще один большой материал посвящен теме правосудия для журналистов, а именно о журналистах, которые заплатили за вновь обретенные свободы своей жизнью в 90-х годах. У нас на этой неделе выйдет последний из запланированных материалов об убийстве журналистов в Украине. Мы пишем в этой последней серии о лихих 90-х, о времени, когда журналисты по всей стране получили больше свободы, но часто платили за это своей жизнью. Мы в статье рассказываем о журналистах, которые были убиты или умерли при невыясненных обстоятельствах. Среди убитых мы вспоминаем одесского журналиста Бориса Деревянко, который был членом городского совета, которого убили 11 августа 1997 года по пути на работу. В рубрике «Бизнес» читайте о приходе в Украину товаров известной американской компании, которая делает продукты очень точно имитирующие вкус мяса. Эти растительные аналоги более полезны для здоровья и менее вредны для окружающей среды при производстве, чем классические мясные изделия. Об одном из быстрорастущих американских стартапов, продукция которого представлена сегодня в 20 странах и почти в 60 тысячах магазинов по всему миру, расскажет Тома Истомина. Для чего это делается? Для того, чтобы уменьшить количество потребления мяса в мире, поскольку животноводческая вся эта индустрия, она имеет очень негативный эффект на окружающую среду. На самом деле, больше 14% всех выбросов парниковых газов, они приходят от этой животноводческой индустрии. Соответственно, если мы сократим потребление мяса в мире, это будет иметь большой эффект на окружающую среду. Во-первых, это. Во-вторых, естественно, существует этическая такая дискуссия о том, давно уже о том, можем ли мы убивать животных и выращивать их ради того, чтобы их съедать бесконечно. Поэтому это вторая история. Плюс вся эта животноводческая сфера, индустрия точнее, она очень изнашивает наши природные ресурсы, в том числе потребляет очень большое количество воды, очень большое количество, очень изнашивает землю. Поэтому это еще один такой позитивный момент, который может иметь сокращение потребления мяса в мире. Но для чего это делается очень похожим, для чего продукты делаются очень похожими на само мясо? Потому что существует такая этическая тоже дискуссия на тему того, стоит ли промотировать вкус мяса и внешний вид, и вообще эту культуру поедания мяса, если мы хотим уменьшить количество потреблений этого мяса. Но на самом деле компания пытается как раз таки, они таргетят в основном не веганов, не вегетарианцев, не людей, которые уже осознанно пришли к тому, чтобы не есть это мясо, а как раз таки тех людей, которые любят очень мясные продукты, которые хотят их потреблять, но при этом хотели бы делать это осознанно. То есть появилось уже такое понятие, как осознанное потребление мяса, но при этом они не хотят заменять потребление мяса на сою, на такие продукты, полезность которых стоит под сомнением. Они делают колбаски, они делают котлеты для бургеров, они делают такие продукты, которые напоминают говядину в разном виде. И вот недавно они пришли на украинский рынок, это было в ноябре, и сейчас уже около 100 магазинов и ресторанов продают эти продукты, в том числе в Украине. Причем это и веганские какие-то магазины или рестораны, и в том числе на самом деле рестораны, которые вообще строили всю свою концепцию на культуре поедания мяса. В рамках празднования 25-летия «Киевпост» команда издания подготовила традиционный исторический фотообзор. И перейдем к рубрике «Лайфстайл» о трендах гастрономической культуры Киева, а также о том, где в столице можно отметить День Святого Валентина. А уже через неделю новый выпуск англоязычного еженедельника будет посвящен бизнес-сфере и вопросам законотворчества. В выпуске от 21 февраля у нас будет специальный материал про нефть и газ, и мы также начинаем работу над первым специальным изданием Legal Quarterly. И этот журнал будет посвящен предложенному новому трудовому кодексу, который должен заменить трудовой кодекс советских времен. Об этих и других новостях о бизнесе, политике, экономике и культуре читайте на страницах независимой англоязычной газеты «Киевпост» и непосредственно на сайте издания.